Мой дом и Александр Удовихин. Президент благотворительного фонда «Наш выбор». Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть на нашей студии. Предлагаю о самом мероприятии чуть позже. А вот в начале вопрос вам. Ваш фонд чем занимается? Какие основные направления работы? Наш фонд занимается двумя основными направлениями. Мы ведем на регулярной основе два социальных проекта. Один из проектов называется «Дом милосердия». Это проект, который направлен на стационарную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По нему мы, кстати говоря, неоднократно выигрывали президентские гранты. В том числе и в этом году мы тоже стали победителем президентского гранта. И второе направление, в котором мы ведем постоянную работу, это помощь химически зависимым людям в проекте «Шаг за шагом». Но на фоне двух этих проектов мы всегда заботимся о том, чтобы вести профилактическую работу с более молодым поколением, чтобы смягчить эту проблему в принципе, в том числе в нашем регионе. И культивируем здоровый образ жизни, пропагандируем здоровый образ жизни, традиционные семейные ценности, чтобы наши проекты в хорошем смысле, может быть, менее были востребованы, основные проекты. Поэтому на фоне всего этого родилась совместно с компанией «Мой дом» идея создать wellness-фестиваль. Назвали его «Сила здоровой семьи», в котором те цели, которые мы достигаем постоянно, постоянно, да, они будут реализованы. И мы, как некоммерческая организация, конечно, в одиночку не можем влиять на смягчение этих проблем, на реализацию таких проектов. И вот эта синергия с представителями бизнес-сектора позволяет нам успешно реализовывать, достигать такие проекты, да, и достигать решения этих задач. Ну, вы сказали, что идея родилась, она у кого родилась? Это вот спонтанно как-то, давайте проведем фестиваль, или где-то она уже давно в воздухе витала, и вот потребность в таком мероприятии уже назрела давно? Ну, лично у нас, как у фонда, эта идея, она вынашивалась давно. Но, естественно, мы как-то немного отодвигали его на потом, на потом, этот фестиваль, и вот благодаря, да, вот нашему общению с компанией «Мой дом» мы вот все-таки осмелились взять и реализовать этот проект, потому что это достаточно проект масштабный по своей организационной нагрузке, достаточно колоритный по мероприятиям, которые будут представлены, но, наверное, Надежда более подробнее об этом расскажет. Надежда, расскажите, почему вы подхватили эту идею, и вот вам она, в принципе, понравилась, потому что до начала интервью я это уже поняла, глаза горят у всех. Фестиваль в Барнауле такого масштаба, он будет первый. Я думаю, что эта синергия – это следствие просто того, что у нас есть сильные представители разных сфер, которые могут объединиться, и когда мы понимаем, вот в общении, да, мы понялись с Александром, что у нас есть общие схожие ценности, которые мы можем транслировать. Вот эта синергия и получается, на самом деле, и как следствие получаются такие космические приезда. Ну, сильные представители, которые в вашей команде, это же не только вот Надежда и Александр, кто там еще, кто поддержал идею проведения фестиваля? Да, на самом деле у нас целая большая команда организаторов собралась, это и мы как компания, да, строительная, это и фонд как идейный вдохновитель, это и федерация китбоксинга, потому что при ее поддержке будут организованы потрясающие, на самом деле, зоны, это бои в том числе, о них тоже позже поговорим с вами. И, конечно же, спортивно-развлекательную программу у нас закрывает фитнес-клуб премиум-класса Gravity Fit. Как вы считаете, вот подобные фестивали, которые мы проводим впервые, ну, так или иначе, праздники в городе есть, где-то спортивные, где-то какие-то квесты проводят, а вот так, когда все вкупе, насколько они важны и нужны? Ну, они нужны однозначно, потому что, опять же, площадка была выбрана не случайно, да, это площадка парк Изумрудный. Семейный парк, да, такой очень востребован уже, конечно. Который очень востребован, и люди туда приходят целыми семьями, проводят свои выходные дни, проводят свой досуг. И вот все вот эти этапы, да, в организационной работе, они были, ну, как бы так продуманы, целенаправленно, что вот мы там создаем хорошее событие для горожан наших, да, для города Барнаула, для семей, чтобы люди могли прийти целыми семьями, начиная практически от самого маленького возраста до взрослых, и каждый там себя найдет в этом событии. Это, ну, опять же, да, Надежда сейчас более подробно может чем-то поделиться, У нас все интрига и интрига, более подробно, более подробно, может, уже тогда приступим к программе фестиваля. Вот и время рассмотреть чуть подробнее. На самом деле будет программа фестиваля с самого утра проходить и до самого вечера. То есть вначале мы проводим классную масштабную зарядку с тренерами Gravity Feeds, затем у нас тренировка с чемпионом Игорем Шитько. Это чемпион по китбоксингу, который занимал там… Мастер спорта, он финалист чемпионата России, который, кстати, у нас проходил в Барнауле. Это чемпионат России, поэтому он, да, финалист чемпионата России. Да, это очень здорово, что мы можем такое мероприятие тоже провести. Затем у нас там будут и Форт Боярд для организации организованы, да, и помимо этого у нас будет квест, который могут пройти любые желающие, которые там придут, гости на наш фестиваль. Будет розыгрыш по итогам квеста. В том числе у нас будет организован ряд площадок тематических от Gravity Feeds, где тренера будут проводить тренировки зумба, йога, джампинг, возможно, будет, да. И еще у нас будет лекторий, где жители города смогут узнать более подробно о том, как правильно питаться, когда занимаешься спортом, как правильно там делать некоторые упражнения и так далее. Это будет тоже интересно. В рамках там 30 минут, часа много времени не займет, но я думаю, много полезного для себя люди смогут почерпнуть. Ну, столько всего любопытного. Вы перечислили, как понять, в какой точке парка что будет происходить, куда бежать? Ну, во-первых, у нас будет организована карта, где будут отмечены как раз все те локации, где люди... Мы будем выдавать листовки с картой, и на этой карте будут отмечены все локации, куда человек может пройти, где может чем-то заниматься. Очень хорошая идея, да. Спасибо. И также у нас будет ведущий, конечно же, озвучивать людям, которые, допустим, только пришли, или которые еще не получили листовку, о том, что вот, например, в той части парка будет происходить, там, в ближайшие 15 минут следующая, в этой части парка тут следующая, я приглашаю, там, например, вас на сцену, к сцене, чтобы что-то тоже провести. И все это подразумевается, что люди, которые придут, они могут участвовать в этом совершенно бесплатно, это все абсолютно доступно, да. И затем у нас будут, естественно, проводиться бои. После боев мы планируем завершать это мероприятие масштабной, яркой автопати программой. У нас будут барабанщики, кавер-группа, выступления тоже от тренеров Gravity Fit. И, собственно, так мы масштабно, интересно, завершимся. И я думаю, что людям очень понравится то, что мы придумали. Я считаю, что обязательно нужно быть. Ну, расскажите подробнее именно о спортивной части мероприятия. Да, в рамках этого фестиваля, как уже было сказано, у нас будет проходить матчевая встреча между сборной Барнаула по кикбоксингу и сборной Сибири. Будут в состав сборной Сибири, точнее, вошли представители нескольких регионов. Это Омская область, Новосибирская область. Поэтому спортсмены, которые будут участвовать в боях, это достаточно титулованные спортсмены, неоднократные чемпионы сибирских федеральных округов, финалисты, призеры чемпионатов России, международных соревнований, мастера спорта, будет представлено 6 поединков. Взрослая возрастная категория, юниоры и юноши. Всего 6 поединков. Перед этим всем событием, кстати говоря, в пятницу вечером в парке также в 18.00 будет проходить медийное взвешивание спортсменов. Традиционное явление такое, да? Традиционное, да. Всегда привлекает зрителей. Он стал таким общественным событием, тоже форматом. И будут играть диджей, будут тоже небольшие розыгрыши проходить. Насколько серьезны вот эти бои? То есть за что будут бороться парни? Ну, там, рейтинг какой-то будет у них. Во взрослой категории спортсмены будут боксировать по правилам профессионального кикбоксинга. Естественно, будут призы от партнеров мероприятия вручены участникам, победителям этих боев. Это будут достаточно, как я уже сказал, серьезные поединки, рейтинговые, да, такие, что ребята будут мастера, кандидаты мастера спорта представлены. В главном событии у нас будет боксировать в шестом поединке наш земляк Александр Буров. Он является членом сборной России по кикбоксингу. И ему будет противостоять тоже достаточно титулованный парень. Вот. И я думаю, что каждый бой, он будет очень яркий. Постараемся показать всю красоту и прелесть, да, вида спорта кикбоксинг. Вот. Федерация кикбоксинга Алтайского края очень сильно нас поддерживает в организации именно события, да, поединков. Так что я думаю, что уверен даже, что каждый человек, который придет, он насладится, да, всем этим зрелищем. И опять же, для молодежи это будет хороший стимул, мотивация, чтобы прийти в зал и, да, вести здоровый образ жизни, заниматься. Я знаю, что одну из площадок займет компания «Мой дом». Чем удивите собравшихся на праздники? Да, мы действительно будем там присутствовать вместе с нашими менеджерами. На мероприятии мы планируем анонсировать наш новый проект. Это жилой дом, как раз который находится неподалеку от Замрудного парка, буквально через дорогу. И мы его позиционируем как дом рядом с парком. Называется он «Меланж». И на этом мероприятии люди, которые туда придут, смогут подробнее о нем узнать и записаться в шорт-лист, чтобы первыми узнать о новых планировках, о ценах на этот проект. А дом еще на стадии строительства? Мы только начинаем строительство. И уникальность этого дома в том, что, во-первых, там организована вокруг потрясающая инфраструктура, в которую мы уже внедряемся. Сам по себе дом представляет собой п-образную форму. Это дом-квартал, можно его так назвать, с открытыми балконами. И внутри у него будет также соседский центр, где люди смогут проводить время с детьми, со своими соседями и находить общие какие-то интересы, чтобы чем-то совместно заниматься. Так как у нас во всех проектах, многие с нами знакомы по проекту «Вышка», там у нас подразумевается бассейн. Если бассейна здесь нет в самом комплексе, он есть рядом. Поэтому у нас сложилась такая синергия с Gravity Fit, потому что мы как раз за то, чтобы делать проекты комплексными, продумывать все до мелочей, в том числе инфраструктуру проекта. И как же здорово, когда есть рядом фитнес-центр с бассейном, куда люди, которые живут в доме, могут приходить и заниматься спортом, заниматься собой. Наши проекты про то, что человек может жить полноценно в комфорте, так как это жилье комфорт-класса. Человек комфортно живет, занимается собой, развивается, занимается спортом и, собственно, ведет здоровый образ жизни, ходит гулять в парк. И все вот это вместе будет отражено в нашем проекте. Вот мы с вами разговариваем несколько минут, и во время беседы складывается впечатление, что фестиваль точно не будет, как говорится, первым блинкомом. Комом он точно не будет. И если будет второй, а мне кажется, что второй фестиваль следующим летом обязательно состоится, то желающих к нему присоединиться и к компании, и благотворителей, и фондов будет гораздо больше. Вы вот этот момент поймете уже после проведения, или уже сейчас чувствуете, что а можно мы, а можно мы с вами, но уже, извините, поздно, в следующий раз. Да, на самом деле у нас много партнеров. Помимо основных организаторов, у нас еще есть ряд партнеров, которые успели, так сказать, с нами коллаборироваться на этом мероприятии, они там тоже будут представлены. Да, то есть на самом деле мы, конечно, крайне надеемся, что он не будет комом, этот блин. И желание есть сделать это на ежегодной основе. Кстати говоря, в преддверии 5 июля будет проходить на базе общественной палаты круглый стол. На круглом столе будут представлены государственные структуры, общественники, представители бизнес-сектора, в том числе, компания «Мой дом», некоммерческие организации, где мы будем тоже вести дискуссию на тему решения социальных проблем. И я так думаю, что все эти стадии, круглый стол, само событие, да, фестиваль, он нам позволит, да, с такой хороший импульс для того, чтобы этот проект, да, он стал ежегодным. И в следующем году мы тоже могли вот вместе с жителями города Барнаула, да, разделять этот праздник. И надеемся, что люди из различных секторов, бизнес-сектора, НКО-сектора, общественников, они тоже будут присоединяться. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию за эту интересную душевную беседу. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Надежда Юрченко, руководитель отдела маркетинга компании «Мой дом» и Александр Удовихин, президент благотворительного фонда «Наш выбор». И говорили мы про масштабный wellness-фестиваль «Силы здоровой семьи», который состоится 6 июля в парке «Изумрудный».